Пошло. Не знаю, всё, я уже в эфире. Туки-туки, есть кто живой у нас тут. О-о-о, всё, есть живые. Так, ага, я вот как раз просто, девочки, привет всем, не знаю, кто тут все, кто мои, кто, может быть, новенькие. И как раз вот нашла кусочек мастики, который валялся у меня с СМС. И походу валялся у меня уже два. Просто были вопросы по этому поводу. Всем привет, кто пришёл. По поводу того, как себя ведёт мастика с СМС, да, если она долго полежит, что вот она становится вот такой, вот она крошится. И вот я нашла, просто хочу вам показать, как можно это всё реанимировать. То есть выкидывать её не нужно. Ну, если она ещё, конечно, может вот так прошиться. То есть, ну, она, в принципе, ещё достаточно мягенькая. Она ещё прям... Спасибо большое. Короче, мы вот эту вот мастику так вот раскрушим. То есть ни в коем случае выкидывать не надо. Здесь СМС, он уже активный. То есть он уже концентрированный, он уже набувший. И для этого берём просто кусочек ещё такой нормальной мастики, да, свеженькой, без СМС. И вот этот кусочек мы вот так вот аккуратненько вымесим. Вымесим, тем самым проведём реанимацию нашей мастики с СМС. Вот для тех, кто спрашивал по вот этому поводу. Ну, и я решила, раз уж мы посидим, поболтаем немножко, то заодно я что-нибудь полеплю. Ну, а там успею, не успею, если лепить не знаю. Ну, просто посидим, поговорим и полепим. Поотвечаю на какие-то вопросики, может быть, у вас ко мне какие-то есть вопросы. А пока занимаемся реанимацией мастики с СМС, которую я нашла. А, нет, нет, она сейчас всё разойдётся. Они сейчас быстренько рассыпятся. Те, которые не вмешаются, мы их оттуда вытащим. Я покажу, как я это делаю. В принципе, она должна вся разойтись, то есть не должно остаться никаких комочков. Она вся отлично расходится. Ну, главное, чтобы она была не сильно древняя. Это, походу, день-два вот кусочку этому был. Потому что она ещё довольно-таки мягенькая, но уже быстренько такая застывшая. Вот так, видите, она вот сразу мастика уже делает готовые клепки. То есть, вот чем мне нравится, когда вот такие вот кусочки концентраты, почему я всегда говорю, не выкидывайте, потому что СМС уже разошёлся. И вы его чуть-чуть вмешали, и всё, у вас уже мастика готова к клепке. Я леплю из мастики топ-продукт. Вот, смотрите, всё. Уже бери-лепи. Она уже идеальна, да? Вот какая. Вот здесь это свежая. Вот я чуть-чуть вмешалась сюда СМС, но когда я нашла кусочек, думаю, нет, я вам сначала покажу, как я это делаю. То есть, обычная мастика, но здесь уже есть СМС немножко. Ну вот, смотрите, как она тянется, да? То есть, ну, хотя уже чуть-чуть СМС здесь вмешано. И вот мастика, которую я уже буду лепить. Всё, вот она. И разорвалась. То есть, СМС работает. Уже нету вот этой тягучести. Есть пластичность, которая нам как раз необходима для того, чтобы именно лепить. Теперь мы всё это дело смешаем. Комочков там не будет. Она вся разошлась. Отлично причём. Да, ну это уже, наверное, просто набитые руки. Вот. Девочки, кто из Германии, кто какой пользуется мастикой, рассказывайте. Вот, смотрите, она уже тоже сейчас будет готова к лепке. Тоже уже начинает появляться. Вот, уже пошла рваться. Уже рвётся, уже готова. Так, и мы с вами полепим. Сейчас уберём. Всё, что нам не надо. Так, и решила я сегодня посмотреть. Вот как раз вы увидите, как я готовлюсь к своим мастер-классам, которые я для вас записываю. То есть, всё равно перед тем, как делать мастер-класс, я сначала леплю фигурку для себя. Я смотрю, взвешиваю детальки, потому что я должна уже примерно понимать, какого будет размера фигурка, как всё это лучше будет смотреться. То есть, делать такую черновую фигурку я не довожу до конца, она просто черновая. Сегодня решила слепить пандочку. Здесь я уже тоже вмешала смс, вот вы видите, она уже, чёрная мастика уже рвётся. Она уже подготовлена. Заранее была. Привет-привет, привет всем, кто присоединился. Итак, тельце, вы знаете, я люблю такой небольшой дисбаланс. То есть, маленькое тело, большая голова. Поэтому, не буду себе изменять. Сейчас я возьму 20 грамм белой мастики. Это будет у нас пузико. И возьму я. Тёмные мастики, наверное, тоже грамм. Тоже грамм 20, наверное. 20 грамм нормально. Ура, панда, да, панда, панда. Надо же её продумать сначала, перед тем, как сделать. Так, будет у нас пандочка. Пандочка, пандочка, пандочка. Тельце небольшое. Не хочу сильно большую делать фигурку. Надеюсь, она не получится сильно большую. То есть, у меня вечно стараюсь делать небольшие. В итоге получается всегда очень большая фигурка. Ну, постараемся. Будем по ходу смотреть. Слепили тельце. То есть, вот я вот так вот, получается, делаю, взвешиваю и смотрю, устраивает меня этот вес или не устраивает. То есть, вот так накаталась и шариков примерно-примерно сделала. Оп, ну да, вроде ничего. То есть, всё, тогда уже прорабатываю фигурку уже до конца. А так, всё начинается с маленького. Да, на Ютубе, конечно, обязательно будет. Сто процентов. Сейчас мы как раз с вами проработаем её. Запишем. Ну, а бумажку... А потом уже я сделаю мастер-класс полный. То есть, сразу я себе пишу. Чтобы не забыть. Всё, сразу записываю. Да, вот, блин, не могу я, говорю, не умею я микробов лепить. Ну, не умею. Вот, никак. Вот, сколько раз меня люди не просили, говорят, ну, сделайте просто поменьше. Сделайте мне поменьше, но побольше. Я говорю, знаете, у меня не получается поменьше. У меня всегда получается побольше. Люди говорят, ну, так и фигурочку просто поменьше сделать. И, говорит, и всё. Ну, вот как её сделать поменьше? Как её сделать поменьше, если руки не дают? Всем привет, 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 кто там к нам пришёл. Так. На ножки я взяла 11 грамм на каждую. Так что, вы-то сейчас тоже можете всё это записать и потом слепить. Вести себе такой запись сразу. Размеров. Потому что на ютубе-то она будет, но это будет точно попозже. Так, ножичка одна. Немножечко другая. Так что, если кому чего интересно, кто что не успел записать, всем могу сказать сама. Сейчас веду как раз запись. Фото сделать размеров ты имеешь в виду или что? Телеграмма фигурки или что? Просто для тех, кто вот сейчас с нами в эфире, тем я скажу размеры. Записывать не буду. Это всё, всё будет только на ютубе. Те, кто попали в эфир, те получают размеры заранее. Те уже всё получают и могут уже начинать лепить, если сидели на мастер-классе и всё видели. Так, пока что на ручке взяла 6 грамм. Не знаю, посмотрю, получится у нас. Или сильно большая будет лапка. Не хочу сильно большую. Хочу... Хочу такую небольшую, но... Всё-таки вроде как бы и мишка. Вроде и должна быть побольше лапка. Но сейчас посмотрим. Вот с руками у меня всегда проблемы. Я всегда не знаю, куда их деть, пока нет головы. Пока нет головы, всегда думаешь, куда деть эти руки. Куда, куда, куда их пристроить. Не люблю, когда вот так вот сидят. Как будто, я не знаю, безжизненные такие. Хочется, чтобы всё-таки какая-то динамика была. Да, на тело белые 20, чёрные 20. Я, наверное, сейчас просто сделаю заготовочки, а потом я их куда-то там пристрою. Потому что... Пока не знаю, куда всё это деть. А может быть, я ему стебелёк дам зелёненький, да? Это шпандочка всё-таки. Надо ему это... Как его там... Тростничка. Будет огонь. Так. Так что мы пока... Пока мы ручонки отложу. Пока на руки у нас 6 грамм. Пишу себе. Если что, мы их отрежем. Ненужные. Олечка, привет. Привет, привет. Спасибо большое. Так, сделаю я ещё такую шейку небольшую ему. Вот так приятно, когда знакомый заходит. Вот так раз и провеликнул кто-то свой родной. Так. Делаем вот такую шейку. Сейчас посмотрю, сколько тут на шею у нас уйдёт. Шея мне уже нравится. Так. На шею я беру 2 грамма. Так. Шея 2 грамма. Так что все, кому интересно, пишите. Повторю ещё раз размерчики. Что у нас получается по размерам. По граммовке, по линейке. Даже вот спрашивали у меня сегодня на YouTube. Не хочу ли я ещё писать размеры. Но, честно говоря, я не знаю. Мне кажется, это так геморройно. Для меня даже взвешивать каждый кусочек – это труд. Потому что я отвлекаюсь. Да, да, да. Типа МК такой небольшой. Прорабатываю мастер-класс, который будет на YouTube. Надеюсь, в ближайшее время. Если Бог даст мне сил на всё это. Вернее, на то, чтобы я разобралась с работой. И ещё успела мастер-классов вам наснимать. Так, ну вот, смотрите, какая шейка классная. Мне вообще нравится. Так, голова. Голова, как вы всегда знаете. Голова – это огромная голова. Голова большая. Голова мозговитая. Беру 70 грамм пока. 70 грамм. Сейчас посмотрю. Хватит мне 70 или всё-таки больше добавить. У вас, если, девочки, есть какие-то вопросики, вы мне можете задавать. Я буду лепить и заодно вам отвечать на какие-то вопросы. Какие-то, которые могут вас интересовать. Чувствую, мне что-то кажется, что голова маловато. Ну, сейчас, ладно. Посмотрим, что у нас тут выйдет. Может быть, сейчас прикину. Да и ненормально вроде, да? Нормально вам видно? Может быть, камеру немножко по-другому поставить? Я-то, конечно, когда снимаю, я за этим чётко стараюсь смотреть. Ну, не всегда получается. Мне кажется, надо вам повыше поднять. Мастика топ-продукт, как всегда. Нормально? Хорошо. Да, помним. То есть, все наши складочки всегда прячутся там, где будет, например, шея. Вот, кстати, ещё один лайфхак. Тут думала, думала, как же вам так объяснить получше, как можно спрятать, да? Вот, смотрите, наша мастичка. Мы её вымешиваем всегда в центр. То есть, все складочки, они уже изначально, да, собираются в центр. Дальше. Скатали. Мастика топ-продукт. Вообще занимаясь, вообще-вообще прям тортиками, если прям со стоков, то получается где-то три с половиной года. Итак, смотрите, скатали наш шарик. Ну, у меня, в принципе, почти всегда вот они в одном месте. Но если, например, у вас большие швы, да, то есть, большой тут заморочка, вы делаете вот так. Вот так вот делаете. И в итоге у вас получается, что ничего практически нет. Вот, пунчик вот этот отрезали, всё, вообще никакого шва. Вот, смотрите, я не знаю, вам видно, надеюсь, хорошо. То есть, всё. На мастике ничего нет. Ну, не за что. Так, смотрите, скатали. Выкатали такой. Сейчас я всё-таки ещё раз перемну, потому что мне не нравится, не люблю шероховатости. Поэтому лучше я переделаю. Вы знаете, я такой человек, мне надо, чтобы всё было хорошо. Какая-то шероховатость, она меня не устраивает. Да, дар-то нет. Это всё, всё с опытом. Ничего, какого дара. Всё это учится. Мне кажется, это вообще любой может научиться. Эфир будет висеть, как всегда, сутки. Так, скатали нашу голову. Всё-таки, думаете, хватит? Может быть, всё-таки побольше сделать? Мне кажется, маловато будет. Может быть, 100 грамм взять, как думаете? Как вам кажется? Оставить такую или всё-таки сделать побольше? Тишина. Я помну пока мастички. Подумайте. Подумайте. Мне что-то, знаете, я сомневаюсь. Мне кажется, что надо побольше. Помните, да, всегда вкручиваем. Мы никогда не жмём. Всегда вкручиваем. Я сейчас одену и разомну ещё кусочек. А вы посидите, посмотрите и подумайте. Всё-таки, вот мне тоже кажется, что надо больше. Мне кажется, маловато. Лепим панду. Добрый вечер. Мне не разошлись. Нет, давайте всё-таки, наверное, побольше сделаем. Всё-таки, мне кажется. Вот если будет, вот если, мне кажется, будет 100 грамм, будет идеальная голова. Вот мне не хватает. Ну, давайте хотя бы 90. Не вам, не мне. Всё, делаю, делаю. Больше беру 90 грамм. Чтобы фигурка была именно такая няшная-няшная. Вот, может быть, сейчас получится как раз показать за вот эти вот штучки-дрючки, да? За то, о чём я говорила. Вот, когда вот такой вот шов остаётся, да, большой получился, вот вы его вот так вот аккуратненько пальчиками вытягиваете. Смотрите, видите? Вот так. И вот кончик отрезаете. Всё. Нет вот этого ужасного шва, с которым сделают... То есть все всегда переживают и думают, что вот если вот эти швы, их никак не замазать, никак не спрятать, на самом деле это всё не так. Всё проще, чем кажется. Итак, смотрите, делим теперь нашу голову визуально напополам. И от этой половины мы делим ещё чуть ниже. То есть голова у нас будет такая, к низу, да, она будет... Глазки будут ниже, чем центр. То есть вы сразу должны обозначить, где у нас будет это всё. Немножко вытягиваем щёчки, как всегда. Видите, мордочка пошла. Это она уже, мордочка наша, нашей пандочки. Всегда проходим, всё разглаживаем, чтобы не оставались никакие морщинки, никакие швы. То есть я сделаю её вот такую потолстее, чтобы она не была сильно длинная. Но пусть у нас будет такая пухленькая голова, да. Девочки, если вы хотите до конца увидеть фигурку, я не знаю, просто сколько эфир, я не обратила внимания, когда мы начали работать. То есть тогда надо будет просто перезапустить его. Если вам интересно до конца досмотреть, тогда пишите перезапускать эфир или не перезапускать. Так, слепили. На голову у нас ушло 90 грамм. Это для тех, кто записывает, кто хочет сделать фигурку раньше, чем появится урок на ютубе. Ушки сейчас сразу посмотрим, что у нас по ушкам. Переходим уже на чёрную мастику. Уже с белой не надо будет мучиться. Так, ушки, ушки на макушке. Я хочу, наверное, я возьму, наверное, грамм 10, но я хочу посмотреть, как это будет, что это будет. Потому что иногда... Так, взяла 7. Я думала, здесь 10. Просто через час ютуб закроет прямой эфир, так что, если вам интересно, там ставьте плюсики, там, не знаю, хоть что-нибудь, какой-то отклик, чтобы я знала. Знаете, мне кажется, даже и 7-й там много. Я, наверное, возьму 5. Что-то мне кажется... Да, вот как раз прям чётко 5 это драла. Не хочу сильно большие уши, потому что вот как-то я не люблю, когда сильно большие уши. Вот мне не нравится. Я уже который раз замечала, что делаю фигурку, выставляю её, а потом смотрю на фотографии и думаю, божечки ты мой, зачем такие огромные уши ты сделала? Куда смотрели твои глаза? Делаем углубление. Да, шарик 5 грамм на вот этот шарик у меня ушло. И режем на пополам. Уши мы сейчас приклеивать не будем, потому что мы сейчас проработаем до конца голову, но мне уже уши нравятся. То есть всё. 5 грамм я оставляю, пишу себе, что уши... Уши... Получается по 2,5 грамма на ушко. Так, теперь дорабатываем наше личико. Сейчас посмотрю, сколько я примерно взяла себе кусочек. 2 грамма я взяла. Ну, я думаю, что не уйдёт 2 грамма, это 100 пудов. Сейчас я, наверное, от этих 2 грамм сразу сделаю 1 грамм. Да, все, кто до конца, ставьте там плюсики или хотя бы что-то пишите, чтобы я знала, что стоит выходить в эфир второй раз. Так, и продолжать. Так, скатали хорошенечко шарики или размяли, как вам удобно. Это будут у нас тёмные круги. Вот эти вот для глазок. Смазывать ничего не буду клеем, потому что, не знаю, хватит, не хватит. До конца. Хорошо. До конца, значит, до конца. Лепим мы панду, девочки, кто у нас только пришёл. Если вам интересно, о, смотрите, супер, прям вот этот 1 грамм, это огонь. Значит, где-то по полграмма на тёмненькое вот это вот место у нас уйдёт. Лепим мы панду. Панда это тоже будет потом на YouTube, но не знаю, когда точно. Но для тех, кто сегодня в эфире, я озвучиваю все граммовки, вы можете всё это записать и слепить эту панду уже прямо в ближайшие дни. Прям вот хоть завтра уже начинать. Клей. Это клей из SMS. Я его делаю сама. Ну, можно купить готовую смесь кондитерскую. Если там интересно по клею, то на моём канале есть видео «Вопрос-ответ». И там я показываю, как я делаю клей, сколько использую воды, сколько использую смс. Всё-всё-всё показываю. Так. Ну, смотрите. Так. Мне кажется, очень даже... Очень-очень даже. Да, только мне кажется, всё время, что они немножко не одинаковые. Так. Вот так. Всё. Клеить не буду, потому что чёрная мастика и так у меня с хорошим липким слоем. Поэтому без клея. Привет. 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 Клея. Знакомые все лица. Клея. Впоследствии. Так. Всем привет. Привет, кто пришёл. Вот, смотрите, уже, да? Вот уже прям... Прям уже видно нашего пандочку. Что-то всё время так как-то камера показывает, как-то немножко ракурс. Так как я смотрю на неё, так как вы смотрите на неё, это совсем разные вещи. Я её вижу, я её вижу, вот смотрю через камеру, и я её вижу совсем под другим углом. Хотя вроде камера стоит так же, как мои глаза должны передавать. Так, всё. Так, всё, обозначили место. Так, теперь мы возьмём маленький шарик и будем делать ещё улыбочку. Ну, для этого берём ещё. Мариш, будет всё в эфир, потом сможешь посмотреть в записи, если что, не переживай. Так, глазки мы обозначили, мы сразу обозначим носик. Ну, вот это всё беру с тех двух грамм, которые я изначально отвесила, так что сколько, примерно, не знаю даже. Ну, это очень маленький кусочек. Вот он уже, наш носик. Да. И сделаем ему глазки. Глазки у нас будут небольшие, поэтому берём вот такой маленький шарик. Маленький шарик только, смотрите, вот на этом стеке, да, есть большой шарик и маленький шарик. Сначала мы пройдёмся вот этим шариком для того, чтобы глаз у нас, ну, не был как дырка, да, то есть он, у нас мы сначала проработаем небольшую область для глазика. То есть такую, побольше немножко размером. И заодно посмотрим, как наши глазки стоят, да, то есть они должны быть на одном уровне от носика. Вот я вот сделала и уже смотрю, что немножечко у меня не так. Так, так, опять проработали. Глазик. Всё хорошо. У нас всё устраивает. То есть желательно всегда это делать. Чуть-чуть. Чуть-чуть мы делаем такое небольшое углубление, а уже потом вставляем дырку. Да, то есть делаем уже дырочку, куда у нас упадёт глазик. Вот, смотрите. Видите дырочки? И вот постараюсь вот так вот, видите, вот оно углубление у нас небольшое. Просто на чёрном видно достаточно плохо. То есть делаем довольно-таки глубокие дырочки. И опять же беру всё тот же кусочек, двуграммовый. Так. И сразу скатаем глазки. Глазки, как вы помните, у нас не должны влезать из ячей, которые мы сделали для них. То есть наш глазик должен упасть чётко в свою дырочку. И не должен вылазить и выглядывать. Вот оно. Всё. Отлично. Мне всё нравится. Не хочет он вылазить. Ну и ладно, тогда там и сиди. Так, всё. Второй. И чуть не убежал. Представляете, ребята? Чуть глаз не потеряли. Его нашли. Класс. Снова с нами. Так, в дырочку. Ну он просто липкий слой хороший. Вот смотрите уже глазки. Красота, правда? Вот уже прям вижу этого. Красотульку. Теперь сделаем ему улыбочку. Смотрите, девочки. Здесь нужно сделать, чтобы наша улыбка была где-то в размере чуть дальше носика. Да? Ну вот. Раз. И опять. Раз. То есть просто точечки поставили. И всё. Теперь берём, опять же, наш средний шарик и катаем такие углубления. Но опять же не углубляемся прям сильно. Мы просто делаем разметочку, из которой мы потом вытянем щёчки ему. То есть совсем чуть-чуть. Слегка. Сделали, вытянули. Сделали, вытянули. То есть не делайте дырки, пожалуйста. Так. Теперь вот этим стеком. Вот так. Да? То есть видите, вот щека пошла. И теперь сделаем ему улыбочку. Вот, кстати, насчёт улыбки тоже очень многие девочки мне присылают свои работы. И говорят, вот почему-то вот, ну, она не похожа немножко. Вот вроде всё делал, да, как вы показали, а вот почему-то она не похожа. Очень часто это именно скрывается вот в улыбке. То есть делаете вы слишком большую дугу. Не нужно делать большую дугу. То есть она должна быть, ну, не знаю, как сказать. То есть небольшая. То есть небольшой. Вот видите, она в принципе такая совсем практически ровненькая. То есть видите, чуть-чуть. Всё, няшно. Если будет у нас, например, сделаете вы, да, вот так, то это уже будет другая фигурка. И получится уже немножечко другой характер. Она уже просто станет немножечко другой. У неё уже будет ваш. То есть она уже будет другая. Поэтому она уже не будет так похожа на мою. Она уже будет ваша, с вашим характером, который вы дали. Это у меня... Ой, ё-моё, девочки, тут столько у меня вопросов. Вы столько всё говорили, а у меня ничего не показывало. Всем привет. Привет. О, теперь пошло. Не знаю, что это за глюк такой был. Я смотрю, всё, все молчат. Никто ничего не говорит. Оказывается, все всё говорили. Просто я ничего не видела. Так, смотрите, давайте примерим нашу голову. Да? Ну, вообще, просто... Просто... Ай, я не могу. Ну, я с ними готова играть. Как маленький ребёнок. Так, вот теперь мы сделали его. И приклеим ему ушки. Ушки у нас находятся... Ну, вот, не знаю, как сказать. То есть, не на верхушке. И вроде бы... То есть, где-то, я не знаю, даже четверть верхней. Как правильно сказать? Короче, вот здесь. Над глазами. Не сильно высоко, не сильно низко. Смотрите, какая прелесть. Правда, у нас получилась. Вообще, ещё эфир даже не закончился. Ещё и время. И мы уже столько всего слепили. Я думала, что мы даже в эфир-то не войдём. Так. Вот так рождается красота. Давайте ему ещё, знаете, что сделаем? Сразу щёчки намажем розовенькой моей. Любимой розовенькой. Кисточкой. Чтобы он прям румяненький такой был. Красивенький. Ой, какая красота. Боже, как я люблю свою работу. Просто вот каждый день благодарю Бога за то, что я это делаю. За то, что у меня есть эта возможность. Потому что, действительно, это работа, от которой я получаю кайф. Которой я готова заниматься постоянно. Это будет мальчик? Да, я думаю, что будет мальчик. Пусть будет мальчик. Хотя у нас девочек всё нет вообще. Что-то у нас на мальчиков попёрло. Так. Сухие красители. Можно использовать жирорастворимые, можно обычные водорастворимые. Любые подходят. В принципе, я тестила. Так. Давайте сделаем небольшие блики, да? То есть, если мы оставим так, тоже хорошо. Но вот когда мы поставим блик, глаза оживут. Пока бликов нет, они мёртвые. Они пустые. То есть, всегда, не забывайте никогда оставить блики. Маленький блик. Всё. Смотрите. Глазки ожили. То есть, уже сразу совсем по-другому наша фигурка, да? Заиграла. Мастика топ-продукт самый обычный. Бантик замутить? Так это ж мальчик. Какой бантик ему? Зачем ему бантик? Так. Хорошо, Маришенька. Иди укладывай, конечно же. Так. У нас остались руки, которые мы так никуда и не делим. И я думаю, что, конечно бы, ему бы что-то вкусненькое, да? В ручки-то дать. Мне кажется, будет так интереснее, чем если он будет просто хихикать там, например, сидеть. Можно вот так вот сделать. Будет хихикать. Можно сделать одну лапку, например, вот сюда. А вот этой ручкой, он будет стесняшка такой. Девочку давай. Да, вот я тоже думаю, что бамбука надо ему дать. Ну, не знаю. Ну, что-то мальчик у меня. Ну, мальчик же. Что, девочку? Девочку мутим? Давайте, пишите, кого будем делать все-таки. Девочку или мальчика? Кто? Голосуем. Голосуем, пока я делаю бамбук. Девочка, девочка. Кто еще за девочку? Привет, 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 привет всем, кто к нам присоединился. Опять девочка. Девочка, ну, е-мое, все хотят девочку. Ладно, давайте... Это мальчик. Ну, хоть кто-то один со мной согласился, что это вылитый мальчик. Вот так, пацанов, вот так, бедненьких. Прям не даете им жизни. Все хотят девочку. А кто же будет мальчиков хотеть? Девочка, девочка. Ну, е-мое, ладно, все, значит, будет девочка. Я смотрю, что мальчикам, ну, никак не победить. Мальчик же уж. Вот и я говорю, мальчик ведь. А все говорят, девочка. Делаем бамбук. Я вижу, чаще девочек просят. Но мальчика лучше. Ну, вот так. Мнение начинает расходиться. Смотрите, все-таки уже мальчики там просыпаются. Дочка тоже говорит, что мальчик. Видите? Мальчик. Мальчик, он и есть мальчик. Лепим пока бамбук. Идет голосование. Все-таки решаем. Сделай, снял потом. Девочку. Делай. Главное, все записать. Записать размерчики. И там уже потом можно. Ну, если эфир нам позволит, все-таки, я не знаю, успеем мы, не успеем. Будем, конечно, надеяться. То мы сделаем ему и девчачьи какие-то приспособления для того, чтобы посмотреть, как же все-таки будет смотреться он, если будет все-таки девочка. Так, катаем ему бамбук. Бамбук. Бамбук большой получился. Ну, сейчас я его одену на... Одену я его. Всегда мы делаем вкручивающими движениями. То есть ни в коем случае не давим, не рвем. Аккуратно вкручиваем. Все вкручиваем. Так. И потом так же аккуратненько все вот так вот вытаскиваем. То есть ни в коем случае не давите, не рвите, потому что все это мастика не любит. Делаем бамбук. Вот видите, как хорошо. И поболтали, и полепили, и удовольствие получили. То я сегодня целый день скучала. Так. Что-то мне кажется, бамбук такой у меня прям бамбук, бамбуковский. Что-то поменьше его сделаем. То я что-то как-то разогналась, мне кажется. Надо с теком просто пройтись. Знаете, девочки, я вот такой второй раз у меня такой эфир. Я до этого, честно говоря, боялась. Думала, что вообще никому это не интересно. И никто ко мне не придет. И никто на это смотреть не будет. И вообще это никому не нужно, кроме меня. Поэтому я эфиры никогда не мутила. Потому что думала, что зачем оно надо. Так, делаем бамбук. Так что же все-таки? Мальчик или девочка? Или мы просто делаем, если нам позволяет эфир, прибамбасы какие-нибудь для девочки. Привет-привет всем, кто к нам присоединился. Ну, я заодно просто даже хотела посмотреть, хватит ли у нас времени. На 11 число будет у нас прямой эфир. Мы будем мимишек лепить. Точно-точно, я скажу чуть позже. Будет анонс, в какое время эфир будет. О, смотрите, какой бамбук я ему залупила. Прям огромный. То есть... И хотела заодно посмотреть, просто получится у нас. Не получится, войдем ли мы в рамки эфира, чтобы слепить мимишку. Так что, если вам интересно, то приглашаю вас 11 числа на прямой эфир. Будем лепить мимишек, лисичку из мимишек. Лисичку будем из мимишек лепить. Сейчас немножко подкрашу, что мне кажется, листики надо сделать потемнее. Не хочу такие прям какие-то прям сильно у меня это... О, спасибо большое, Людмила. Очень приятно видеть вас на моем МК. Очень приятно. Вы даже не представляете, насколько... Спасибо большое всем, кто к нам присоединился. Так, делаю, делаю, делаю. Пытаюсь быстрее. Не знаю, получится ли нет. А, давайте, конечно, поставлю. Пожалуйста, пожалуйста, любуйтесь нашим мальчиком. Так, еще чуть-чуть сделай темней. И это вам спасибо, Людмила, что пришли. Будет эфир, я напишу 11-го, во сколько будет точно. Я хочу сделать утренний, потому что вечером не всем удобно, тем более очень много девочек у меня из Германии и других стран. И, к сожалению, у нас утро, у них уже поздно. Поэтому я хочу... Ну, как бы вечером им неудобно, поэтому хочу сделать утренний эфир. Вот, видите, вот получается, что да, вот как бы нам, да, кто из России, здесь, кто поближе, тому удобнее вечером. А вот другим девочкам очень неудобно. У них уже ночь. Поэтому надо как-то вот, как-то может быть или в 10, или в 12, я не знаю, что-то вот вроде этого хочу. Такое утреннее сделать. Вот утренний, дневной. То есть пораньше. Чтобы это было пораньше, потому что, чтобы как можно больше людей... Вот, смотрите, шпажка гуляет, да? Чтобы вот этого не было, сразу намазали шпажку клеем. Слеганца здесь пальчиками прижали. Так, чтобы она приклеилась. Ну, давайте, девочки, я не знаю, давайте сделаем тогда какое-то голосование, да? То есть я могу провести опрос, сделаем... Я сделаю эфир в удобное для вас время. Ну, максимально, для максимального количества людей. То есть сделаем какой-нибудь опрос, и все. Голосуем. Я выставлю фотографию. Там завтра, например, лисички, которые мы будем делать 11-го числа. И вы в комментариях напишите, в какое бы время вам больше всего было удобно провести эфир. Так что жду тогда от вас отклика, и выберем самое популярное время, то есть самый популярный промежуток проведем. Вот так вот. Будет ли... Если будет мало комментариев, значит проведу в то время, которое будет удобно мне. Просто вот на YouTube 8 часов не все могут прийти на премьеру. Ну, как бы я сейчас... Все премьеры у меня стоят на 8 часов вечера. Мне кажется, что это оптимально, но вот я смотрю, что далеко не для всех это оптимально. Нет, ну, как бы время оптимальное. Так, ну что? Я думаю, что все, хватит тут мудрить с ним. Давайте ему ручки приклеим теперь. Да, вот одна ручка у нас будет держаться за счет ножки. Она будет опорная. Опираться будет на нее наш... Так, все, отлично. Она удержит. Так, теперь ручку смажу, пусть немножечко подсохнет, да? И вот возвращаемся к теме швов. Вы знаете, кто вот смотрит на меня на YouTube, девочки, они знают, что у меня есть такая больная тема, как швы. Которые никто. Вот я смотрю, очень много девочек почему-то все-таки проходит это мимо. вот эту тему швов. Мою больную тему швов. А зря. Давайте все-таки мы их обработаем, да? Тем более, благо эфир у нас пока позволяет это сделать. Итак, тема швов. Видно вам, надеюсь, хорошо. То есть, всегда нужно проходить швы. Так фигурка становится единой. То есть, не вот так, как сейчас она смотрится, нога оторвалась, да? От тела. Если мы замажем шов, то фигурка станет единой. Единой. Ну, вот смотрите, да? Наши руки. Они же... Нету такого дырки такой. Руки наши едины. Все вместе соединено. И у фигурок намного красиво, ну, как бы красивее смотрится, когда оно все вместе, когда это единое целое. Когда ты смотришь, и визуально у тебя не оторвалась нога. И ты ее приложил, и она как бы лежит, как бревно. А она часть, часть тела, да? То есть, это намного симпатичнее. Пожалуйста, ну, вот очень вас прошу. Просто вот, ну, пару-тройку раз сделайте, вы увидите, что это намного лучше, чем когда вы этот момент упускаете и проходите мимо. То есть, ну, это занимает буквально минуту. А смотрится потом намного лучше. О, мне оторвалась нога. Приклеим ногу. И рука наша держится пока. Так, привет-привет-привет. Да, давайте все-таки сделаем опрос. Давайте я выставлю фотографию, да, этой лисички и крупно там напишу опрос. И вы будете знать, что нужно зайти и проголосовать по времени. Просто заходите и пишите в комментариях там. Мне удобно, например, там с 10 до 11 там. И все, утра или вечера. То есть, чтобы я понимала. И я уже тогда свой день буду подбирать, смотреть так, чтобы мне было удобно выйти к вам в эфир. То есть, я буду делать работу либо раньше, либо позже. Но в любом случае я подстроюсь под вас. Если будет мало комментариев, то тогда будет эфир в удобное для меня время. То есть, как будет удобно мне. Привет-привет-привет-привет. О, спасибо большое. Да, у нас вот тут дебаты идут. Мальчик это все-таки или девочка? Я говорю, мальчик. Все хотят девочку. А мне кажется, что мальчик. Ну, прям мальчик-мальчик. Смотрите, да. Ну, вот, смотрите, ну, сколько я тут потратила на эти швы? Ну, я не знаю. Две минуты, наверное. Ну, не более того. Вот я на канале специально даже на свинке показывала, какая большая разница, когда замазан шов и когда он оставлен. Так, наш мальчик готов. Теперь я ему сейчас вручу аппарат пищевой. Ручка. Так, и я думаю, да, еще к ножке вот здесь подприклею. Штук уж навернячка. Все, держалась. Да, вот я тоже считаю, что это вот прям вылитый мальчик. Ну, никак не девочка. Ну, прям мальчик-мальчик. И изначально я лепила мальчика, и хотела я лепить мальчика. Вот как-то и сразу и мальчик такой и получился. Настроение мальчик. Тоже можете набрать Танин торт и найти мой канал. В шапке профиля тоже написана ссылочка на мой канал. Сможете нажать и попасть туда. Так, ручки, ручки. Все нужно приклеить. Вот вы видели, я тут немножко припылила крахмалом, чтобы фигурка хорошо ездила, по коврику не прилипала. И опять замазываю свои любимые шовчики. Да, то есть я говорю, просто пожалуйста, ну, попробуйте. Ну, это вот реально, вот вам, вы пока этого не делаете, вам кажется, что это не столь важно. Но вот когда вы сделаете это один раз, сделайте второй раз, третий раз, на четвертый раз ваш глаз уже, он будет воспринимать по-другому. Ему будет вот этого, вот этот шов, он будет ему просто вот, как бельмо на глазу. Он будет резать вам глаз. И вам захочется автоматически его замазать. С трещинками, если мастика слишком быстро сохнет. Здравствуйте. Я, вот, ну, вот смотрите, я вот леплю, вот сколько тут эфир, да, час длится. Ну, у меня не засохла мастика, нету трещинок. Я просто не знаю, как, насколько она должна быстро сохнуть, чтобы появлялись трещинки. То есть, может быть, вы СМС тогда много добавляете, поэтому так быстро сохнет. И тогда она, ну, либо у вас очень сухо, может быть, тогда надо увлажнитель поставить в комнате, чтобы мастика не так быстро засыхала, чтобы не было трещин. ну, как бы, ну, я не знаю, у меня нету этого проблемы. То есть, как бы... Вот, вот, не знаю, смогла-помогла. Доброй ночи. О, Франция с нами, ничего себе, как классно. Она другая, ну, не знаю, ну, вот я говорю, что я работала с, вот, стопом, с визьеном. Ну, как бы, не было проблем таких. Я, ну, как бы, просто очень жаль, что... Не могу помочь, потому что просто не сталкивалась с такой проблемой. Вот именно... Да, конечно, обязательно добавляю СМС. Да, да, я показывала, вот, мы как раз, просто, наверное, поздно пришли, в начале эфира мы разбирали как раз вот этот СМС и разбирали то, как можно реанимировать мастику, если она у вас затвердела. Хочу я, хочу, 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 хочу я немножечко притонировать. Господи, столько кисточек уже потерялось. Не могу найти. Хочу немножечко притонировать я... Ему... О, эфир, эфир закончится. Ну, что вы, девочки, придёте, не придёте, тогда запускать мне второй раз, или уже всё тогда, и вы всё увидели, и вам всё понятно. Да, запускать, хорошо, тогда запущу. Хорошо. Да, 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 эфир будет сохранён, так что вы сможете как раз посмотреть про мастику и СМС, и реанимацию, и всё остальное. Да, всё, давайте тогда я ставлю, завершить и продолжение. Так, мы снова в прямом эфире. Всё, возвращаемся. Так, и вот, возвращаемся к тому, о чём я говорила, то есть, мало того, что мы, да, замазываем швы и всё остальное, наши фигурки... Ну, всем-всем привет, кто присоединился. Все фигурки любят тон. То есть, если мы не затонируем, они не будут иметь, как бы, такой динамики, да, то есть, тени очень-очень важны. Но пандочку я тонировать не буду, максимально, что я затонировала, это щёчки. Я думаю, что, может быть, я их сейчас ещё немножечко припылю, совсем чуть-чуть. То есть, не хочу делать сильно розовые, но как-то мне всё время кажется, что бледно. Чуть-чуть ещё ему, чуть-чуть. То есть, тени обязательно, это очень важно, да, но так как я не буду тонировать всего пандочку, да, мы чуть-чуть притонируем ему стеблёк, вы даже увидите, как сразу начнёт себя вести по-другому вот этот бамбук, который у него в руках. Видите? Сразу вот глубина цвета появляется. То есть, тонировать нужно. Нужно, девочки. Многие спрашивали, а надо ли, можно ли обойтись? Да, обойтись можно, но если у вас есть такая возможность, тонируем обязательно. То есть, тоже это очень-очень важно, потому что вот это всё делает ваши фигурки намного лучше, намного интересней. то есть, тоже очень важный момент, который тоже очень-очень многие девочки просто пропускают. Я вот смотрю, не обязательно то, что там, просто смотрю, некоторые выставляют там тортики с фигурками, и этот шаг просто пропущен, и всё. Швы не замазали, не затонировали, и уже совсем не то пальто, потом мы удивляемся, почему вот у неё красиво, а вот у меня немножечко не так. Чуть-чуть того, чуть-чуть того, а в итоге вот такая вот балалайка. Так, и ещё немножечко бликов я дам, потому что без бликов тоже вот, ну, вот вроде есть, вроде всё красиво, а чего-то не хватает. Ну, может быть, конечно, это моя уже такая фишка, я уже на этом всём заморачиваюсь, просто чем больше мы делаем деталей, тем наши фигурки красивее. Вот смотрите, да, совсем чуть-чуть, вот вроде, две тени, а уже совсем всё по-другому, по-другому смотрится наш лепесток, всё по-другому, буквально чуть-чуть, и всё. Граммы будут, вы можете посмотреть их в первом эфире, там всё-всё-всё рассказываю. так, так, то есть просто пролистать эфир, и там всё, в принципе, можно найти. Да? Так, то есть проходим обязательно. Говорю, если бы фигурка у нас была другого цвета, то есть где были видны тени, я бы обязательно затонировала, но пандочку не буду, потому что что тут тонировать, он чёрно-белый, то есть, в принципе, особо ничего такого ему тут не поделаешь. так что вот такие вот маленькие, да, маленькие детальки, но они очень-очень важны. Вот смотрите, как заиграла. Всё, всё, говорю, всё тени делают очень-очень большое дело. То есть, хотя, говорю, этот шаг почему-то вот очень многие пропускают. Нету красителей. Я, вот, девочки, ещё знаете, что хотела сказать? Вот для тех, у кого реально, ну, кто-то, может быть, живёт в небольших городах, нет у него возможности заказать сухий краситель. А тонировать, да, я говорю, надо, надо, надо. Вот такой тоже небольшой лайфхак для вас. Смотрите, вы берёте гелевый краситель. Давайте я сейчас уберу здесь, чтобы нам не мешало это всё. Берёте гелевый краситель. Можно взять вот какую-то такую небольшую баночку или даже лучше всего сделать это в тарелочке. Наливайте туда воду или водку, если есть такая возможность, чтобы потратить много водки. Наливайте водку, наливайте туда краситель, делайте такой жёсткий концентрат. То есть, у вас водки должно быть, ну, как бы, не сильно много, красителя должно быть очень много. То есть, до такого хорошего концентрата. Поэтому лучше всего купить тот продукт, красители, потому что они дешёвые и хотя бы не жалко будет их выливать. Итак, что поставить? Немножко не поняла. Фигурку плохо видно или что? Ближе? Вот. Дальше по нашим сухим красителям, которые мы делаем сами. Итак, сделали вот этот жёсткий концентрат и туда насыпаем крахмал. И этот крахмал вместе с нашей вот этой водкой и всем остальным вымешиваем и кладём сверху салфетку. Можно несколько салфеток для того, чтобы салфетка всосала в себя всю ненужную влагу. И ставим эти тарелочки, ну, зависит всё от того, как у вас дома сухо, насколько быстро они высохнут, до полного высыхания. Потом вы, получается, снимаете салфетку, она отлично снимается. Я так делала себе, когда только-только начинала заниматься кондитеркой, у меня просто не было возможности сразу столько всего купить. И получается вот этот крахмал, он станет у вас, как сухой краситель. Он, конечно, не даст таких ярких тонов. То есть, не ждите, что у вас будет прям буйство красок. Нет, этого не будет. Но, по крайней мере, затонировать щёчки, да, то есть, какой-то голубой оттенок, светлый, светло-оранжевый, светло-коричневый. В принципе, да, 90% фигурок у нас, ну, по крайней мере, у меня, это такие тёплые, светло-коричневые, белые, серые, то есть, то, что можно затонировать. Вы сможете. И это недорого. Крахмал стоит дёшево, можно кукурузный, можно картофельный, ещё дешевле. То есть, траты минимум. Красители, эти топ-продукты, они, мне кажется, вообще по 90 рублей там стоят. То есть, эта банка, вам её хватит, фиг знает, насколько и рисовать хватит, ещё и красители наделаете себе. То есть, вот для тех, у кого реально нет возможности купить, это отличный выход на какое-то время сделать себе вот такой вот недорогой сухой краситель. Но, говорю, конечно, это не будет сильно ярко. Но для тонировки такой, лёгкой, вот там щёчки припудрить, там где-то тень придать, это очень-очень, очень реально как бы выручит. По крайней мере, это лучше, чем делать, да, рисовать жидким, гелевым. Гелевым он размазывается, он даёт не то пальто немножечко, как бы он очень грубый, грубо смотрится на фигурках, это некрасиво, поэтому в таком случае, мне кажется, лучше вообще не тонировать, чем тонировать гелевым красителем. Гелевым лучше, да, подрисовать какие-то штрихи, там, что-то, да, но тонировать, мне кажется, это не вариант. Дайте, знаете, я начинала фигурки делать, тоже пыталась, акварельной техникой, но не получается, оно не получается в любом случае, всё равно это немножечко не то. На мастер-классе там девушка тонировала художественную пастелью, да, тоже можно, и художественную пастелью можно, но надо выбирать, чтобы было хорошего качества, то есть желательно зайти, купить где-нибудь не в Китае, а в художественном магазине, где вы будете уверены, что она сто процентов не токсичная. Сыпать, ну, чтобы кашка у вас заварилась, то есть, такая была, чтобы там была и влага, чтобы крахмал себя впитал, ну, в принципе, начнёте сыпать, да, по чайной ложке, там, по две, то есть, смотрите, чтобы у вас была такая хорошая каша, и тогда вот можно вот так вот. Просто с пастелью реально можно влететь, если она будет токсичной, это для детей всё-таки 90% идёт фигурок. Как бы пастелью хорошо, когда ты делаешь фигурки, которые не едят или которые, да, запекаются и делают, у меня уже язык заговаривается, с глины с этой, да, полимерной. Там, да, конечно, так вот чем можно, хоть мелками. Так, девочки, есть у вас ещё какие-то вопросы ко мне? Я не могу сделать, вот знаете, сижу, смотрю, думаю, что-то вот хотела розовенькое сделать, для, чтобы мы девочку сделаем с этими зелёными руками, я боюсь, что ничего у меня не получится, будут только грязные какие-то цвета некрасивые. так, о, ничего себе, к нам всё ещё кто-то присоединяется, да, спасибо большое за МК, вам спасибо, вам спасибо за то, что вы пришли, побыли со мной, поговорили и потратили своё время на меня. Да, можно сделать здесь бантик, можно сделать, я вот думала сделать, если что, вот здесь на шее бантик, знаете, ну, как бы, чтобы вот мы сделали здесь ленточку и здесь такой большой бантик. За бамбук я тонировала чёрным сухим красителем, зелёным, я говорю, у меня не получается, у меня зелёный цвет, который краситель, который вот я использую, он такой оранжевый, какой-то коричневый, я им не могу затонировать, поэтому тонировала просто чёрным. Спасибо большое. Да, самодельная мастика, я, в принципе, начинала с неё работать, спасибо большое. Нет, не лак, это мы всё сейчас рисовали, вы потом посмотрите в эфире, это так просто кажется, что это глянцево, на самом деле, это просто блики, мы рисовали краской. А, так вот, возвращаясь к самодельной мастике, самодельная мастика тоже супер-пупер подходит для лепки. Единственное, просто это время, и спасибо большое, спасибо. Спасибо большое. По самодельной мастике очень удобно, просто смысл в том, что я от неё ушла из-за того, что я просто физически не успеваю её делать. То есть, у нас в городе, во-первых, проблема купить белый мушмарлоу. Я покупала его всегда двухцветный, это был белорозовый, беложёлтый, белый ещё какой-то. Получилось, что пол пачки мне нужно выкинуть практически, отрезать, чтобы добыть этот белый цвет. Ну, короче, это неудобно, плюс я молола сама пудру. Короче, на меня, как на какого-то сэра работала вся семья, потому что всех заставляла молоть эту пудру, и все так устали от этой пудры, и решили, что лучше мы просто купим мастики и всё, чтобы я только от всех отстала. Да, лисёнок будет, 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 лисёнок обязательно будет. Он есть, есть уже наброски, есть всё заметки по лисёнку, но единственное, просто не хватает немножко времени. Сейчас, просто сейчас вот эта новогодняя суматоха, и получается, что все силы я кидаю на новогодние, новогодние фигурки, которые вы сможете слепить на свой новогодний тортик, так что вы заходите на канал, там очень много премьер, будет Дед Мороз, будет оленёнок, у нас будет снеговик, будет Мишка, очень-очень много всего, будет вот пандочка в ближайшем, постараюсь снять время, чтобы он тоже был на канале, чтобы вы тоже его смогли слепить. Анонсы все, все, все анонсы есть на канале, в моём профиле, в шапочке, можете посмотреть ссылочку на мой канал, там заходите на ютуб, и там везде премьеры, нажимайте на колокольчики, и не пропустите, потому что вам будет приходить предупреждение. Привет, привет, кто присоединился. Так что, ну, вроде, мне кажется, я постаралась ответить на все ваши вопросы. Спасибо ещё раз большое, что вы были со мной, безумно приятно, очень классно провела с вами время, поболтала, полепила, и надеюсь, что буду устраивать такие почаще мастер-классы, и буду с вами общаться, и мне интересно, конечно, было бы знать, что бы вы ещё хотели слепить вот так, в прямом эфире какого-то, какого-то такого несложного героя, чтобы вы смогли его повторить сами, возможно, даже лепить со мной. Спасибо всем большое-большое, буду я уходить, и так украла у вас очень много времени, надеюсь, урок вам понравился, и жду вас на своём канале, вот, будет у нас в субботу в эту премьера оленёнка, будет очень классный олень, так что приходите, будет чат, будем общаться, и лепить, так что всех-всех буду очень-очень ждать, и 11-го числа у нас будет премьера Лисичка из Мимишек, и будем лепить, как сегодня лепили в прямом эфире, по времени устроим голосование, и выберем, какое время будет удобнее вам, но если будет мало откликов, тогда будет время, то, которое будет удобно мне. Ну, всё, короче, девчонки, спасибо вам ещё раз, ещё раз всем спасибо за то, что пришли, и всем пока-пока, спокойной ночи, до свидания, и прямой эфир будет болтаться, так что не переживайте, в течение суток сможете записать все размеры, и слепить фигурок, и если слепите, пожалуйста, очень-очень сильно вас прошу, отметьте меня, чтобы я увидела ваши фигурки, мне будет безумно приятно, если этот урок был полезен, и вы слепите что-то подобное, буду очень-очень рада увидеть ваши работы, спасибо всем большое, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.